Человек, арт-объект, день рождения Осипа Убрунского, прекрасный струк человека, со своего человека Герцена, выставка Николая Титлова, с названием «Стата Испушкина», то есть такое это «Куда нам ловить его?». Поэтому здесь представлено много разных кораблей. Тут не только корабли, тут и разные личные персонажи, похожие на разводничьи, на разных других героев до возрождения. Вообще фазографический план довольно сильный, но не в плане техники, потому что не в плане Галая, а в плане какой-то метафизики. Очень много золота, вкраплений, вот таких даже материалов золотистых, как на иконах, но тут понятно что-то другое, что-то зерно в плане физического. Но метафизики это похоже на иконный оклад. Вообще, выопись Николая – это очень духовное явление. Несмотря на то, что многие из нас могут дать такие ассоциации с короневской заводью, как «Игра престола», «Дворж Мартин» и сериалы, не имеют все-таки что-то более высокого уровня, чем «Дворж Мартин». Это уровень Леонарда, это уровень философии Коперника, когда у меня солнечное движение. Думаю, мы имеем понятие дома, у него сейчас какие-то дома. Лично мне, ведь у каждого зрителя имеют право на метафизику свою личную, а не какую-то возвышенную искусствоведческую. Вот такие дома, это рада, потому что это родина моей мамы, и прям такие дома затронуло безумно. Моя радостно любимая картина будет. Потом автопортреты такие, как вот сама Леонид говорит, метафизические. Это и Христос, и художник в одном лице. Христос, мы знаем, что это не только проекция Бога, да, это Бог, но Христос – это то, кем может стать каждый из нас, как будто Будда, да, в буддизме. Это вот такой высокий уровень развития, который мы там достичься сможем. Мы не сможем, надо стараться. Потом мотив цветка, да, фамилия художника. Вот тебе очень правильно брать в своих произведениях, фамилию. Домой не подписываются в цветки. Это выступает очень большой эффект просветления. Святой Георгий, да, с конюн, тут недавно был, от Дневского Георгия, шестого числа. Очень нехорошая выставка, да, Николасу Чудотворец, в том, что ему море, да, святого этого, тоже дабы Николая Чудотворца, думаю, это Николаем назвали для рождения. Вообще, очень выставка высокая, очень много духовности, символики, да, вот время такое с колесиками. Очень петербургское время, какие-то улитки ползут, по стуну, худзи или это как будто бы цветы. Это неважно, в том, что очень много духовности, очень много красоты и света. Поэтому очень прекрасно, вернется, в такой светлый день. Получается, что выопись Николая, она сделала Петербургу хорошую погоду встречи. А значит, это красиво. А то, что красиво, это правильно. Потому что гармония – это основа мира. Мы должны быть гармонии.